МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зимой виднее. Водолазы проверили дно проруби на Амурской-1. На коньках вдоль границы. Впервые в истории хоккея китайской и российской команды сошлись на реке Амур. Работа бодрит, даже когда кипит. В честь своего праздника ледовары поделились особенностями профессии. В эфире информационное агентство «Город» в студии Александр Воронин. Здравствуйте. В Благовещенске пересчитали лавочки, фонари и старинные здания. Сегодня в Амурской столице работала делегация из Сахалинской области. В нее вошли и главы муниципалитетов, и департаментов правительства островного региона. Цель – обмен опытом в вопросах городского благоустройства. Гостей интересовало буквально все. От устройства тротуаров и схемы размещения скамеек на площадях и в скверах до современной архитектуры. Отдельную остановку сделали в снежном городке. Членов делегации удивила скорость, с которой он был возведен. Три недели. В Южно-Сахалинске, к примеру, ледовое царство строили почти полтора месяца. Впрочем, это не единственное, чему сахалинцы намерены поучиться у амурчан. Дорожная подсветка освещения у вас сделана на солнечных батареях. Тот как раз один из тех моментов, которые мы хотим у себя также применить. Мы тоже, как и вы, солнечная область. Может поменьше солнца летом, но зимнее солнцестояние у нас такое, как и в Амурской области. Письма заинтересовали сахалинских чиновников старинные здания Благовещенска. Точнее, вопросы их сохранения в первозданном виде. О проведенной реставрации фасадов и устройстве подсветки на них гостям рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита. Завтра сахалинская делегация отправится в Китай изучать благоустройство городов Поднебесной. Для благовещенцев на праздник Крещения Господня организуют сразу три купели. На Зее в районе Амурская-1, на Амуре в районе переулка Святителя Иннокентия и на турбазе Мухенко. Сейчас спасатели готовят их и проверяют на безопасность. Где можно будет искупаться за день до праздника и как избежать несчастных случаев, расскажем в сюжете. Глубина – 5 метров, температура воды около 5 градусов выше нуля. Для того, чтобы исследовать дно купели в районе Амурской-1, водолаз Владимир Шуваев надел специальный сухой гидрокостюм. В отличие от летнего мокрого, этот наряд в воду не пропустит. Рассказывает, регулярно достают из проруби рабочий инструмент, которым орудуют рубящие купель. В этот раз потеряли две пешни. Выловить удалось лишь одну, несмотря на хорошую видимость. Видимость нормальная. Зимой видимость лучше, чем летом. Почему? Потому что летом вода текёт, течение большое, а зимой её лёд придерживает, чуть-чуть и небольшое течение смягчает. И не такой мусор текёт по реке у нас зимой. Для благовещенцев нынче организуют три купели. На турбазе Мухенко, на Амуре в районе переулка Святителя Иннокентия и на Зее в районе Амурской-1. На последний будет открыто две проруби для купания. Малая начнёт свою работу в 6 вечера 18 января. Большая с четырьмя входами в воду откроется для желающих окунуться в 11 утра 19 января. Сделали ещё дополнительное сооружение, которое будем устанавливать послезавтра, накануне праздника Крещения. Будет такой коридор, по которому будут ходить люди. С одной стороны заходить, с другой стороны будут выходить. Она для безопасности. На поперёк проруби человек спокойно заходит, окунается и выходит с другой стороны. Для купающихся на Амурской-1 установят три тёплых палатки. Здесь же 18 и 19 числа будут дежурить спасатели, врачи скорой помощи и полицейские. Последние будут следить не только за порядком, но и за состоянием желающих окунуться. С каждым годом люди как-то становятся более ответственные. И по прошлому году фактически в нетрезвом виде не было. Если приходили, но не купались. То есть так, с друзьями, сопровождение, а купаться в воду не лезли. Ну и не пускают. Это первое, конечно, ни полиция не пустит, ни спасатели. Если видно по человеку, что он выпил, никто его в воду не пустит. Помимо проруби для купания, на Амурской-1 подготовили и ордань. В ней в день Крещения осветят воду. Несмотря на веру в ее лечебные свойства, врачи и Роспотребнадзор убедительно просят благовещенцев не использовать ее для питья. Кристина Добровольская, Денис Лугов, программа «Город». И к другим темам. Несколько сотен нарушений государственной границы произошло в Благовещенске в минувшую субботу. Наказывать виновников пограничники не стали. Ведь ими оказались участники международного хоккейного матча на реке Амур. В баталиях на льду в районе Мухина-1 сошлись четыре команды. Среди зрителей уникальной игры была наша съемочная группа. Шайбу сбросили прямо на границе. Условной. Лишними метрами с Китаем Россия поделилась лишь на время матча. Первыми за рубеж отправились ребята из форварда. Против хоккеистов из ЦЦКРа вышла даже единственная девочка команды. Играли быстро. Из-за мороза и лимита времени. На площадку спортсмена впустили лишь на 10 минут. Тут уже подоспела и вторая шайба. Ее автором стал нападающий Александр Стащук. Очень много на льду снега. И поэтому тяжело шайбой владеть. Потому что снег ее останавливает. И когда Саша Нестера бросила, я просто с добивания забил. Отыграться китайцы не смогли. А болельщики уже требовали гола от взрослых игроков-амурчан. Шайбу! 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 Посмотреть игру собралось несколько сотен зрителей. Но на лед пустили не всех. Самые преданные хоккейные фанаты за матчем наблюдали с берегом. Трансляция велась на большом экране. Узнал, что будет хоккей. Приехал посмотреть. К сожалению, далеко не пускают близко. Но атмосфера хорошая. Болеем. Надеюсь, победим. За матчем наблюдала и вся семья ветерана спорта Юрия Тарасова. Он с супругой и товарищами с берега. Внуки онлайн из Хабаровска. Сын из Праги. Все хоккеисты. Да и в свои 72 благовещенец еще на коньках. Я в том году играл. Но в этом году так получилось, что меня не было здесь. Три месяца я отсутствовал. Но вот по всей видимости с завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Но только не в шайбу, хоть я и люблю эту шайбу, а буду играть в мяч. А на льду тем временем россияне уверенно опережали китайцев. Оставшись в меньшинстве в первом периоде, реабилитировались тремя шайбами. Шайба в ворота. Чтобы поддержать приунывших соседей, российские болельщики взялись за изучение китайских кричалок. Сдаю! 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 А спортсмены решились на смену вратаря. Такой ход сыграл на руку команде из Поднебесной. Однако в итоге команда во главе с Амурским губернатором оказалась сильнее. Итог матча 4-3 в пользу россиян. Пускай у нас сегодня пока нет команды в КХЛ, но она у нас обязательно будет. Потому что у нас много друзей, которые помогают нам развивать хоккей в Аймурской области. Только за прошлый год с помощью таких компаний, как «Русгидро», «Транснефть», «Русский уголь» мы построили три круглогодичных катка. Оба государства планируют, что в будущем хоккейные матчи на границе станут традиционными, такими как «Заплыв дружба». Из-за неисправности в системе регулирования давления чартерный Буэн-767 был вынужден вернуться в Благовещенск и совершить экстренную посадку. ЧП произошло 14 января. Самолет выполнял рейс в Таиланд. На борту было около 300 человек. Решение развернуться экипаж принял в небе над Харбином. Самолет благополучно вернулся в Благовещенский аэропорт. Все пассажиры отправились в воскресенье на отдых. Мастерство амурских художников в очередной раз отметили в Китае. В Харбине завершился 22-й международный конкурс снежных скульптур. В этот раз в тройку лидеров благовещенцы не попали, но завоевали спецприз. Для конкурса снежных фигур команда из столицы Преамурия соорудила композицию «Нефтяной коктейль». По укуп, пьющему нефть из земли, присудили четвертое место за идею и оригинальность. Лучше же признана работа китайских мастеров. В снежном конкурсе приняли участие 32 команды из 15 стран. Среди них три дальневосточных. Одна из Благовещенска и две из Хабаровского края. День ледовара сегодня отмечают чуть ли не во всех дворцах спорта. Дата выбрана не случайно. 16 января родился создатель первого ледоуборочного комбайна. В Благовещенске специалистов по его использованию пока всего трое. Они обслуживают каток на Спартаке. А недавно там прошел конкурс профмастерства. Кто стал лучшим, знает наш корреспондент. Своего ледяного кота Андрей Тетеряев седлает по 8 раз за смену. На лед выходит и в 6 утра, и в 12 ночи. До этого 10 лет работал водителем мусоровоза. С характером нового подопечного думал не справиться. Мало того, что не особый фанат хоккея, так еще и учиться пришлось в процессе. В городе курса для ледоваров нет. Но за год обзавелся своими хитростями, а к работе прикипел. Особенно ценит ее летом. Как кондиционер. В принципе, идешь, духота сюда заходишь, нормально. И всю смену работаешь, довольный, счастливый. Но если что, подмерзаешь, вышел на солнце, погрелся. При этой работе появилось много знакомых. Много, как бы сказать, друзей, товарищей, хоккеистов. Если раньше человек в хоккее, так спонтанно, а друзей так. Ну, слушал, приходил, смотрел с ребенком. А сейчас, в принципе, как бы уже полноценно участвую в этом. Сейчас в штате спортшколы три ледовара. И каждый три в одном. И чистильщик, и заливщик, и специалист по заточке ножей. Выявить самого-самого решили в конкурсе. С профессиональными и творческими заданиями. Это самый креативный рисунок, который предоставили нам участники конкурса. Ледоуборочная машина в тумане. Ее просто не видно. Выявить лучших не получилось. Комиссия, в которую вошло руководство спортшколы, тренеры и спонсоры, решила присудить сразу три первых места. Развивать традицию планируют и дальше. У нас повсеместно развивается хоккей, строятся дворцы. Сейчас у нас есть в Новобурейске, в Свободном и в Райчихинске. На каждом стадионе работает ледоуборочная машина. То есть есть люди, которые занимаются льдом. Возможно, когда-нибудь мы организуем областной смотр профессионального мастерства водителей ледоуборочных машин. Ведь от работы ледоваров зависит качество матчей. Благовещенские специалисты за местные команды болеют всей душой. Оттого и лед у них, как стекло. Кристина Коширина, Юлия Мишурнова, Михаил Величкин. Программа «Город». Медали, нагрудные знаки и именное оружие получили лучшие работники прокуратуры Преамурия. А прокурор области Руслан Медведев обзавелся еще и новой хоккейной форумой. Ее вручил губернатор Александр Козлов. В субботу он поздравил сотрудников надзорного органа с профессиональным праздником и 295-й годовщиной образования российской прокуратуры. От всех умовчан искренне поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, понимания ваших близких, родных. Потому что все-таки приходится в большую степень отдавать работе, время ваше уходит там. Но я думаю, те близкие, с которыми вы начинали свою жизнь и идете, они всегда поймут ваш труд, потому что он направлен на блага жителей Амурской области. От всех жителей Амурской области вам почет, уважение и низкий поклон. 216-й год для прокуроров выдался непростым. Они выявили больше 63 тысяч нарушений законодательства. Почти треть из них касалась оплаты труда. Около миллиарда рублей долгов по зарплате было погашено благодаря вмешательству надзорного органа. Всего же прокурорам области за год удалось отстоять права свыше 11 тысяч амурчан. Команду КВН «Пипл» обвинили в плагиате. Известный блогер Дмитрий Кравченко опубликовал в интернете видеонарезку из шуток, с которыми благовещенские юмористы взяли второе место в финале Первой телевизионной лиги. И пояснил, что с этими же шутками два года назад выступали другие команды. Кентавр женился на русалке, они понарожали всякой фигне. Кентавр женился на русалке, и они понарожали всякой фигне. Дмитрий Кравченко отметил, благовещенцы использовали сразу четыре чужие шутки в конкурсе «Биатлон». Директор команды Сергей Бурмага по телефону объяснил, шутки были куплены благовещенской командой за год до того, как прозвучали в эфире впервые. Сейчас команда выступает на фестивале в Сочи, после которого имеют шансы попасть в премьер и в высшую лигу. С обвинениями в плагиате наши КВНщики намерены бороться, ведь по правилам игры команда, уличенная в нарушении, должна пропустить сезон. Благовещенские танцоры оказались в центре московского скандала. 46 участников ансамбля «Александрия», ровно как еще три сотни коллективов со всей страны, 13 января должны были выступать в Государственном Кремлевском дворце. На гала-концерте конкурса «Кубок арт-премиум», однако в назначенный день организаторы не явились на мероприятие. Дети прождали несколько часов. Вообще-то сам конкурс считается престижным и проходит при поддержке российского министерства культуры. К тому же отборочные туры первые два дня проводились как положено. «Александрия» оказалась в числе сильнейших коллективов и на гала-концерте должна была получить награды. В итоге призы и дипломы ребятам вручили, но только в гостинице. Что произошло и куда девались организаторы конкурса, никто до сих пор не знает. Вся культурная жизнь Благовещенска теперь собрана в одном месте. Сегодня в работу запустили новый интернет-портал. На нем можно будет получить самую подробную и достоверную информацию о грядущих мероприятиях и даже совершить виртуальную экскурсию. Портал расположился по адресу культура.благовещенс.рф. Его создатели, специалисты городского управления культуры, предлагают почитать новости, совершить 3D-тур по памятникам архитектуры, а еще изучить интерактивную карту. На ней отмечены библиотеки, выставочные залы, кинотеатры и другие досуговые учреждения с адресами, телефонами и часами работы. В будущем здесь же появятся сведения о доступности учреждения. Наличие в нем, к примеру, пандусов. Эфир города продолжит рубрика «Время спорта». Насколько пополнилась копилка благовещенских спортсменов в эти выходные, знает Юлия Мишурнова. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, новости информационного агентства «Город» можно прочитать на сайте tv-город.рф. Позвонить в редакцию получится по номеру 524202. Всего вам доброго и до встречи. Добрый вечер! В эфире «Время спорта». Не успели юные хоккеисты остыть после матча на Амуре? Их уже ждали на стадионе «Спартак». Вечером в субботу там стартовал второй этап турнира «Добрый лед» для ребят 10-12 лет. Правда, путь на него для китайских спортсменов лежал уже не напрямую через реку, а, как полагается, через таможню. И, видимо, насыщенный уикенд утомил игроков из Поднебесной. Благовещенскому форварду они уступили со счетом 17-0. От Свободненского союза пропустили на три шайбы меньше. Ответить россиянам, китайским хоккеистам удалось лишь в игре с амурскими рысями. Им они проиграли со счетом 9-2. В итоге первое место за союзом – серебро у форварда, а третьими стали амурские рыси. Килограммы золота, серебра и бронзы накануне вынесли из областной дюзш. Заслуженные награды спортивным гимнастам из России, Монголии и Филиппин вручили на закрытии всероссийского турнира городов Дальнего Востока и Сибири. Сразу на пьедестал спортсменов не позвали. Попрощаться с соперниками ребята решили традиционной среди гимнастов игрой. Самые смелые и умелые старались сделать идеальный трюк. А уже разогретые ребята принимали награды. Из рук мэра Благовещенского Валентины Калиты наши гимнасты получили три золотых, две серебряных и бронзовую медаль. Порадовали. Я с большим удовольствием сегодня вручала награды. Мне очень приятно, что наши девчонки лучшие. Мы отметили рост делегации, которые из Монголии. То есть, если раньше они приезжали просто присмотреться, то сегодня они соперники, достойные соперники. Сегодня они привозят сильных ребят. И у нас такие очень интересные соревнования. Боксеры, каратисты и представители других единоборств сразились по одним правилам. На областном чемпионате Паушу Саньда. Он прошел в спорткомплексе «Юность» и собрал сотню спортсменов со всех уголков Преамурия. Особенно порадовали зрителей бои представительниц слабого пола. Однако слабой на ринге, к примеру, боец в красном, совсем не выглядела. Тактику боя переняла из тайского бокса, которым занимается уже два года. То и дело оставляла соперницу без шлема. И победила. Это мой огромный за шлем. Он слетал. В тайском боксе шлема все крепкие. Просто берешь и человек не может выбраться. С более большим соперником, то есть крупным, это будет сложнее, наверное. Боролись за звание лучших амурчане от 10 до 35 лет. Впрочем, этот турнир стал только разминкой для бойцов. По итогам чемпионата они могут претендовать на участие в сборной. Не на сборную России, но на сборную Дальнего Востока однозначно. И уже есть и призеры, которые будут у нас, и Шахбанов Мурат, который наш мастер спорта по ушу саньда. Ну, соответственно, есть ребята, которые будут участвовать на чемпионате России. Одновременно под присмотром судьи дрались еще 75 амурчан. Но уже на областном турнире по боксу. Благовещенск, Белогорск, Зея, Тында, Бурея, Свободный. Турнир представил обширную географию участников. Попотеть на ринге не удалось только бойцам из Свободного. Их команда не успела пройти медосмотр. Зато в ходе состязаний медики не понадобились. От запрещенных приемов, в средине их удар открытой перчаткой ниже пояса и по затылку спортсмены воздержались. И нокаутов не было, и таких нокдаунов тяжелых. То есть я, как главный судья, пока доволен, что ребята подготовлены хорошо. В классическом боксе уже больше внимания уделяется здоровью спортсменов, чтобы не получили травму, которая несовместима с жизнью или со здоровьем. Поэтому вот ограничения такие. И на этом наш выпуск подошел к концу. В студии была Юлия Мишурнова. Активной вам недели. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова